Наступающая зима приносит не только ощущение приближающегося нового года, но и дополнительные хлопоты для автолюбителей. Смена резины, регулярная очистка машины от снега и ее прогрев. Плюс ситуация на дорогах как минимум осложняется тем, что ведет за собой увеличение числа ДТП. При этом в правилах пункт о регулировании состояния автотрасс в зимнее время соответствующий текущим реалиям появился только в 2017 году. Как результатом этих требований стал дополнительный национальный стандарт, где по сути и дорожные службы и производители материалов различных для борьбы с гололедом могут его открыть и понять, какие наиболее эффективные должны быть параметры, чтобы эти материалы помогали им содержать дорогу при тех правилах, которые есть. У нас снижается аварийность в целом и зимой мы смотрим на ту тенденцию, что те города, которые начинают переходить на современные реагенты, как минимум где-то в процентов 20-25 зимних аварий из-за гололеда снижается. По вступившим в силу с 2017 года правилам зимой дорогу необходимо очистить до черного асфальта. При этом в городе начинать уборку после снегопада необходимо в сечении 4 часов. Регулируется использование антигололедных материалов. Чаще всего дорожники используют двоих вида – песко-соляную смесь или реагенты. Какое из них эффективнее и обладает приемлемым соотношением цена-результат – вопрос дискуссионный. Чтобы найти на него ответ, медиахолдинг РБК УФА провел круглый стол, собрав видных профильных экспертов. Из, конечно, составляющих не только строительства, но и ремонтной конструкции содержания. И вот в этой части, по крайней мере, в зимнем содержании сегодня попытаемся тоже разобраться. Несомненный плюс смеси из песка и соли – она дешевле реагентов. Но если посмотреть на картину в целом, то не все так однозначно. На участке трассы М-7 в Татарстане, пересекающей набережные Челны, отказ от песко-соляной смеси позволил снизить расходы на содержание части дороги в зимний период. Основная причина – в расходе антигололедных материалов. Одной емкости с реагентами хватает на обработку приблизительно 100 километров. А резервуара, схожего объема с песком, только на 6-7. Отсюда необходимость постоянной дозаправки и создания дополнительных складов с материалами, что ведет к большим расходам. Начинаем наносить за 30 минут реагент. Соответственно, если в правильной концентрации и в правильное время это сделано, то образование снежной наледи невозможно. Если это образовалось, значит, это неправильно было технологически произведено работать. Также возникает проблема дальнейшей уборки песка, особенно в случае с городом. Целиком убрать его нельзя, плюс на дороге под колесами он дробится в пыль. С реагентами с этим проще, но они тоже должны соответствовать ГОСТ. Там регулируется почти любая деталь, вплоть до влияния химических антигололедных материалов на обувь. Впрочем, использование реагентов – практика мировая. По данным Национальной ассоциации зимнего содержания автодорог, ежегодно в США применяют до 20 миллионов тонн реагентов. В Канаде – 5 миллионов тонн, а в Германии – ровно в два раза меньше. При этом от песка тоже не отказываются. Его используют на малоинтенсивных направлениях. По схожему сценарию собирается идти Башкрутостан. Мы не сможем сразу отойти от пищеварного совместа, потому что у нас гористая местность. А в гористых местности необходимо создавать, еще раз повторюсь, это и сцепление, чтобы было на подъемах, на спусках, чтобы тормозная система работала, как водители, знаете, эффективно. Поэтому, ну, сто процентов не откажется, но считаю, что, особенно в городе, конечно, это надо переходить, уже сейчас можно переходить. По протяженности автотрасс в России Башкортостан на втором месте. В республике 48 тысяч километров дорог. Так что любого вида антигалоледных материалов региону нужно много. Необходимыми мощностями для покрытия спроса обладает башкирская содовая компания. На ее предприятиях производит хлористый кальций – ключевой компонент для антигалоледных реагентов. В наших планах бы произвести в течение, через 10 лет, 700-800 тысяч тонн твердого хлористого кальция. Этого количества хлористого кальция хватит, наверное, обеспечить не только потребности Башкирии, Российской Федерации, но и Европы, и частично всего мира. Все больше крупных городов России делает выбор в пользу химических реагентов. Впрочем, согласно данным Национальной ассоциации зимнего содержания автодорог, не все поставщики антигалоледных материалов соблюдают критерии ГОСТ. Но это уже вопрос контроля. Норман Скалькис, Андрей Эксаев, РБК УФА. Субтитры создавал DimaTorzok